Здравствуйте! Вот есть такая нормандская теория возникновения культуры в нашей стране и даже возникновения государства, скажем так. Согласно этой нормандской теории те самые, так сказать, варяги, викинги, скандинавы, норманы, по-другому говоря, вот и принесли на Русь некую такую культуру. В Ирина Петра I очень было популярно иметь происхождение с Запада. Вот человек совершенно такой, ну, скажем так, обрусевший татарской фамилией, да, Шереметьев. Он где-то там доказывал, выводил, что он какое-то немецкое происхождение даже есть вроде как, то есть западное. Ну, принято так было в тот момент. Надо сказать, что вот эта вот так называемая нормандская теория не очень хорошо вяжется с фактами. В Скандинавии Русь называли тогдашнюю гордарикой, то есть страной городов. И помните Аскольд и Дир, Аскольд и Умагиловки есть такое место. Аскольд и Дир – это князья, которых убили варяги. Олег, по-моему, ими руководил, этими варягами. Вот когда они там захватили власть. То есть до варягов тут были и города, и какие-то князья были в городах. То есть вроде, получается, не создавали варяги. Тут никакой новой цивилизации, просто в нее внедрились. А с другой стороны скептики говорят, ну что значит город? Город – огороженное место. Но чтобы разобраться с этим вопросом, вот собрались мы сегодня. Владимир Яковлевич Петрухин – доктор исторических наук, профессор Российской государственной гуманитарной академии. Университета, больше известного как РГГУ. Это бывший историк архивный, знаменитый, такой во время перестройки институт. Правильно? Институт он назывался, историк архивный. И Чернецов Александр Владимирович, Алексей Владимирович Чернецов. Археолог, зав. отделом археологии славян и Древней Руси в Институте археологии Академии, Российской Академии Наук. Мне всегда подмывается сказать Академия Наук СССР, но вот не могу отучиться, 15 лет уже нет, а все привык, не могу. Ну так вот, что ж тут, действительно нормандское влияние столь сильно было на Русь, на Россию? Или это просто какая-то такая политическая игра времен, не знаю, 18 века, или там еще каких-то, так сказать, ну, некий такой вот, сделали более выпуклым какой-то вот элемент российской истории, вот, чтобы подчеркнуть что-то? Ну, политические игры постоянно продолжаются на фоне исторической науки. И что касается норманов, то как эти игры начались в те времена, когда киевские князья стали доказывать свое легитимное право на то, чтобы управлять колоссальной славянской территорией от Среднего Поднепровья до Верхнего Поволжья и Прилимине? Вот с той поры продолжаются споры, часто интриги по поводу роли норманов и вообще роли иноземцев на русской земле. А это когда же киевские князья стали доказывать свои права-то, что они не тварь дорожащая, а право-то имеют? Вы об этом вспомнили. Это началось тогда, когда составлялась начальная летопись. И составляя эту самую летопись, конечно, киевская элита пыталась доказать, что она здесь сидит по праву. И то, чтобы доказать, что она здесь сидит по праву, эта элита должна была изобразить киевских князей Аскольда и Дира, которые, кстати, имели скандинавские нормандские имена, к дружинникам, которые были подвластны к князю Рюрику, сидевшему в Новгороде, и обосновавшимися в Киеве самостоятельно. При этом они не подчинялись Рюрику, стало быть, нарушили свои обязанности дружинников. Они должны были служить своему князю. Но вот эта концепция была создана киевскими верхами еще в период составления начальной летописи, повести временных лет. Поэтому считалось, что Олег, законный наследник Рюрика, который воспитывал его малолетнего сына Игоря, явился в Киеве, убив Аскольда и Дира, установил законную власть. Вот с тех пор такая, можно сказать, детективная история сопровождает всю историю начальной русской государственности. И споры вокруг того, принесли в Ариаге эту государственность или нет, продолжаются по сей день. То есть, если я правильно понял, у меня вот такое впечатление, что вот тогдашняя русская история, история писания, можно так назвать, русская писанная история тех времен, она очень напоминает краткий курс ВКПБ. То есть написано так, как нужно. То есть расставили акценты, кто хороший, кто плохой. Что-то такое вот. То есть, соответственно, и ценность примерно такая же. Я бы сказал, что все-таки русские историки средневековые боялись не властей придержащих и не секретарей ЦК, а Бога в большей мере, что серьезно отличает летописание от разных кратких курсов, от официозных историй, которые писались, кстати говоря, с тех пор, когда государство стало самодавляющим идеологическим организмом со времен Петра Великого, который превратил церковь в спецслужбу государственную, и который требовал создания официальной науки, тогда была создана Академия наук, официозные официальные истории. Вот тут как раз начался сыр Бор в отношениях между пришлыми академиками и академиками славянского происхождения местного. Ломоносов не мог терпеть немцев. Он изобрел, в общем, эту самую нормандскую теорию. Конечно, немецкие академики, которые верно служили русской науке и русскому императору, были призваны. Кстати говоря, из Кёнигсберга эти немцы, Байер и Миллер, первые академики-создатели русской исторической науки, происходили вот из нашего нынешнего Калининграда. То есть наши вообще русские, фактически. Это наши русские немцы, да, действительно. И, конечно, им в голову не приходило заявлять, что славяне не способны были к созданию собственной культуры, собственной государственности. Это клевета, их ошельмовали. Они были настоящими культур-треггерами, если можно так сказать. Они действительно принесли основы западной науки туда, где ее еще не существовало, до Петровских реформ. Ну вот, все это очень болезненно воспринималось вместе с тем людьми с квазипатриотическим чувством о том, что все у нас должно быть свое. И все должно быть очень древнее. Эти чувства квазипатриотические тиражируются до сих пор. Отсюда до сих пор вспоминаются о некой реакционной нормандской теории, каковой в действительности-то и не было. Ну, разве что, если вспомнить нацистскую идеологию, но ее никаким образом нельзя связывать ни с какими теориями и к науке она отношения не имеет. Да, пропаганда. Да, так что, в общем, этот жупел норманизма и нормандской теории, это тоже пропагандистский жупел, ну, вот таких квазипатриотических, часто шовинистических тенденций в нашей официальной официозной идеологии. То есть, первым этот жупел создал Ломоносов? Михаил Васильевич Ломоносов, да, конечно. Он страшно был недоволен тем, как эти, значит, проклятые немцы изучают русскую историю. Писал репорты. Ну, в просторечии эти репорты можно называть доносами и академическому начальству, и государственной императрице о том, что эти немцы дошли до того, что сомневаются в том, что Андрей Первозванный, апостол, благословил Киевские горы, и Новгород путешествовал там в первом веке новой эры по нашим местам. И таким образом немцы подрывают историческую основу высшего ордена Российской империи, ордена Андрея Первозванного. Донос, бивший насмерть. Да, это политическая вещь, это действительно антиимператорская деятельность. Конечно, антигосударственная. Императора награждает принимать людей орденом, и говорит, да, это так, веселька какая-то. Конечно, так что вот очень болезненно все это было, болезненно это остается и до сих пор в нашей официальной науке. До сих пор любят вспоминать о том, что в 16 веке еще папенька Ивана Грозного в его княжении была создана теория о том, что Рюрик происходит из Пруссии. Вот никуда мы не денемся от этой Пруссии, болено и такое место всей нашей русской истории. Потому что он происходит от Пруса, некого ипонима Пруссов. А этот Прусс, он родственник самого Августа. Того Августа, Цезаря, да? Цезаря Августа, императора, которому подчинялся весь цивилизованный мир. Иван Грозный мог гордиться этим и говорил, что вот я сам-то от Августа, а вы все там эти ляжские, да немецкие короли, вы все... Выбранные, к тому же. ...какие-то, да, холопы, а не природные государь. Я один природный государь. Те над ним насмехались, правда, говорили, какой же ты от Августа. Потому что ясно в Библии про тебя написано, что ты, вот, Гог в земле Магог, князь Масоха и Тувала, князь Московский и Тобольский, даже Сибирский, все это читалось в те времена так. Это была наука, генеалогия. Но у Грозного была своя гордость, как и у прочих наших идеологов, которые вот стремятся увидеть древние города, древнюю цивилизацию, до всяких варягов, до Хазар, в скифские времена, если не в тысячелетней древности, там, в седьмом тысячелетии до новой эры. Ну, а если вообще так вот отбросить по политическую составляющую, что все-таки вот действительно вот только с призвания варягов на Русь, не будем выяснять обстоятельства этого призвания, наверняка это за пределами наших человеческих возможностей, что действительно археология говорит, что именно с их появлением тут у нас началась такая вот непрерывная цепочка. Начну с того, что, наверное, этот вопрос все-таки в большей степени относится к Владимиру Яковлевичу, потому что Владимир Яковлевич это человек, который, ну, как минимум, профессионально занимался именно скандинавами, про скандинавы он писал. Он говорит, я, говорит, историк. Кандидат. Я больше историк, чем археолог. Кончал кафедру археологии. Ну, понятное дело. А вы вот все-таки... Ну, я хочу вот на что обратить внимание. Во-первых, значит, летопись. Летопись – дело довольно сложное и противоречивое, потому что в летописи есть ясное прямое указание, что были некие варяги, которые назывались Русью. Вот они все собрались, вместе с Рюриком приехали на Русь и, значит, стали тут править. С другой стороны, есть тоже в летописи место, которое никуда не денешься, там сказано, что вот киевские поляне – это славяне, теперь они называются Русью. Вот, так сказать, до некоторой степени здесь есть возможность для какого-то, так сказать, такого умственного шатания. Если мы видим в русской летописи слово «Русь», то, так сказать, мы должны сильно напрячься, чтобы понять, особенно в ранний период, с чем мы имеем дело. Поляне – это или вот эти светлеволосые с Кентинавы, да? Да. Это первое соображение. Второе соображение связано вот с чем. Я, так сказать, ну, не вижу оснований, вот считать вот такую норманистскую, что ли, теорию основания русского государства какой-то сомнительной. Она уж больно похожа на правду, потому что все ведь начинается не с призвания варягов. Согласно летописи, сначала варяги насильно, так сказать, грабили вот северо-русские места. А хазары в это время грабили южно-русские территории. Собрались славяне и прогнали варягов. После этого у них началось такое междоусобное брожение, что они решили не позвать нам все-таки варягов, чтобы нам перестать, так сказать, резать друг друга. Ну, видимо, варяги не просто вот грабили, как едва ли бы за грабителя не позвали бы. Они, наверное, как-то пытались на какую-то ограбление. Если вот так вот действительно за ними послали, как соскучились, да, ну, это все-таки это был, ну, не совсем грабитель какой-то. Тогда, вы понимаете, очень это легко переходило одно в другое, так сказать, отношение правителя быстро переходило в положение завоевателя, и положение завоевателя переходило в положение правителя. Ну, вот Иван Грозный, на что уж, так сказать, законный царь, и уже вполне русский, так сказать, во всяком случае, сильно обрусевший в десятках поколений. Иван Грозный просто ходил походом по родной земле, как на неприятельскую землю ходил на Новгород. Вот, так сказать, настолько и на Пскове там как-то это смягчилось, так сказать, эта история. Ну, в принципе, вот, собственно говоря, это напоминает какую-нибудь древнюю Спарту, где спартанцы объявляли войну своему собственному подчиненному населению периодически. Чтобы собрать налоги. Чтобы собрать налоги. Налоговая полиция, конечно, работает. Ну, вообще-то мне вот эта наша вот история книжения первые века, она мне очень напоминает, так сказать, крышевание. Некая крыша, которая вот кроме вот взимания еще, наверное, какие-то еще такую вот организующую защитительную роль, наверное, играла. Ну, это безусловно. Вот поэтому, наверное, они соскучились. Вот, но я хотел еще на одну сторону дела обратить внимание. Значит, вот, мне кажется, имеет место некий парадокс. Все-таки в российской истории, при всей, так сказать, при всем своем значении первого толчка, вот эта нормандская история, она замечательна чем? Что, в общем-то, от этой, так сказать, вот силы, которая принесла с собой династию, там, правопорядок, еще что-то, от нее осталось очень мало культурных следов. Очень мало культурных следов. Ведь у скандинавов была замечательная мифология, замечательная поэзия, замечательное искусство. Все это практически, так сказать, не усвоилось на Руси. Почти нет слов скандинавского происхождения, которые были приняты бы в русский язык. Да, по сравнению с этим, скажем, по сравнению с этим византийское влияние, вот это действительно что-то такое, от чего надо, так сказать, защищать русскую культуру. И говорить, что в русской культуре все-таки есть что-то не только византийское, но и русское. Ну, греческое влияние к нам через православную церковь попало. Да, а вот, так сказать, что касается... Это культурный институт церковь. Да. Что касается норманов, то вот они блеснули такой кометой на заре русской истории. Ну, правда, так сказать, тут иногда наши антинорманисты пересаливали. Один ученый, очень крупный, я не хочу его имени называть в этой связи. Он написал, ну, явную ложь, когда, так сказать, в угоду власти боролся против норманов. Он написал, что после XII века на Руси не встречается скандинавских имен. Но в дружине Александра Македонского, тьфу, Невского, этот самый, Сбыслов-Якунович, Якуна-Тахакон, в XIV веке в Рязани еще Олег присутствует. Так что, говорит, что Ольгерд. И Ингвери, так сказать, который еще более скандинавский, чем Игорь. Игорь это еще хоть обращевший, так сказать. Вот. И, наконец, еще одна подробность. Хакон-то что такое? Не понял. Как искали? Хакон. Якун в русской русской истории. Имя? Хакон такой норвежский король есть. Хакон VII. Вот. Я хотел еще обратить внимание вот на что. Летописец в известном смысле пытался сделать картину, так сказать, нормальной законной преемственности. Поэтому у него Олег получается каким-то вроде уполномоченным, рейентом, воеводой. Но это, видимо, не совсем так, на что указывается сама же летопись. Потому что в текст летописи вставлен, по-видимому, все-таки подлинный, бесспорный текст договора Олега с Византийской империей. И там никаких сомнений нет в том, что главный князь Олег. Что он был не просто, так сказать, какой-то регент, не просто временный правитель при малолетнем князе, на что пытается в рассказе летописном указывать. Видимо, не было все-таки единой последовательной династии, как мне кажется. Может быть, Владимир Яковлевич за мной здесь поспорит. Да. Может быть, и поспорю. Дело не в том, что была ли единая династия. Династия была относительно единой. Дело в том, что легитимное право править русской землей имел не один князь, а княжеский род. Как и было сказано в легенде о призвании варягов, были призваны несколько князей. Они были князьями, которые распределили здесь между собой племенные земли. И с тех пор вот этот родовой сузеринитет, коллективный сузеринитет над русской землей, он и осуществлялся вплоть до создания централизованного российского государства в второй половине 15 века. легитимное право владеть землей имели члены единого княжеского рода. Поэтому все они были князьями. И Олег, как родственник Рюрика, также был князем и правителем русской земли до того, пока он не отошел в иной мир, уступив место следующему князю Игорю. Ну, вот такова специфика нашей русской истории, заложенной, видимо, действительно в те варяжские времена, по-другому и быть не могло, потому что территория была колоссальна. Действительно, скандинавы называли Русь страной гардов, поначалу просто называли гардами, то есть какими-то укрепленными поселками. Она ассоциировалась с сетью укрепленных поселений. Можно было править эту страну, только опираясь на сеть этих самых поселений. Никаких дружинников не хватит для того, чтобы удержать в руках эту сеть. Или дружинники будут править и класть деньги в свой карман, как это было с Аскольдом и Диром, из-за чего весь сырбор произошел в начале русской истории. То есть Аскольд и Дир все-таки были тоже нормальными норманами. Они были нормальными норманами. Аскольд уж точно. Если Дир, это имя, которое может быть из разных языков, так сказать, истолковано при каком-то желании, то Аскольд уж однозначно скандинавское имя. Да, это Аскольд. Ну вот проблема вертикали. Надо, чтобы губернаторы подчинялись верховной власти. Самое надежное было, конечно, посадить там членов своего рода, чтобы по-семейному разобраться в этих разных городах. Так и пытались делать русские князья, начиная святослава Игоревича. Но мы знаем хорошо, что братские чувства как-то так ослабевали по мере того, как каждый князь чувствовал интерес в своей собственной волости. Из-за этого бесконечные распри, междоусобные войны, но по-другому проявить этой колоссальной территории было невозможно, не было механизма. Волость от слова «владеть», да? Да, власть. Вы когда рассказывали про то, что Рюриковичи были единственным легитимным родом владителей нашей земли, да? Что они могли владеть землей единственно они. И у меня какая-то такая моя внутренняя демократическая простолюдинная, да? Такая вот начинка, она как-то вот... Чё это вот? Они вот какой-то... Откуда у них такая легитимность права взялась? Пришли бандиты и сказали, вот мы типа вот тут вас владеем. Даже на своем скандинавском языке сказали. Да. Типа того, если переходить на этот жаргон, то примерно так оно и было. И здесь я могу дополнить Алексея Владимировича. Мы можем сказать, что русская история началась с того, чем закончилась история Советского Союза. Она началась с открытого рынка. Внезапно по рекам Восточной Европы, вплоть до Скандинавии, на рубеже 8-9 века хлынул поток арабского серебра. Арабы писали, что люди, которые называли себя Ар-Рус, на своих лодках приплывают, продают меха, иногда привирали и говорили, что продают мечи, которые можно было сгибать так, что не разгибались. И, конечно же, красивые арабынь и рабов. Дамасские мечени по Якову. Да, да. С дамасской стали. Но таких дамасских мечей не существовало. Это были сказки «Арабы любили. Тысяча и одна ночь». Не только для того, чтобы… Я по телевизору в клубике путешественников видел такой меч, он подпоясался, застегнулся. Но его согнуть так, чтобы он разогнулся, было невозможно. Это было серьёзное оружие, очень надёжное. Но вот такие сказки об этих самых людях Рус ходили, о том, что они богаты, о том, что это самое богатство берут с собой, рассказывали арабы. Но мы видим, как это богатство оседает на речках Восточной Европы. На тех самых славянских поселениях, может быть, гардах, может быть, так и называли их скандинавы, укреплённых, небольших городищах, которые копают сейчас в больших количествах археологи, вынуждены были эти самые древние, новые русские делиться. Вот как говорил некогда наш министр финансов, недавний, с хазарской фамилией Лившиц, что делиться надо. Вот те древние русские понимали, что надо делиться, и не потому что они были такими умными и добрыми, а потому что для того, чтобы на своих ладьях грести против течения, им нужна была помощь. Иногда и невозможно было выгрести, даже по какому-нибудь Неману современные наши любители варягов пытались пройти на ладьях, но не выгребали против течения. Надо было тащить ладьи волоком или на бичеве. И если местное население не будет при этом встречать с хлебом с солью, а будет держать камень за пазухой, то перебьют вооруженных любыми самыми чудесными мечами, этими каменюками, если эти люди будут заняты тем, что они тянут на себе богатство. Конечно. Так что необходима была поддержка местного населения. И на основе вот этого совместного предприятия древнейшей Руси, а имя Руси означало по современной этимологии гребцов, недаром вещали, когда он заключал договор, он потребовал с греков в Дании первым делом на ключ, на каждую ключ, но для каждого гребца знал, кому он обязан. Вот этих самых гребцов должны были обслуживать местные племена, с ними надо было договариваться. И договорились о легитимном правлении. Мы видим, как за это платили. Мы знаем, что уже в середине X века славяне продавали этой самой Руси, носившей еще скандинавские имена, продавали лес для того, чтобы они делали свои лодки. Не просто давали в виде Дании, это был обмен услугами. Вот такое совместное предприятие привело в IX-X веке к созданию колоссального русского государства, которого не было ничего подобного в Скандинавии. Они нашли общий язык и нашли способ извлекать прибыль из международной торговли. То есть, контрагентом международной торговли был Арабский Восток, да? Не Византия все-таки, а этот Арабский Восток был конечным правоприобретателем. Византия занималась меркантилизмом. Греки, как и римляне, не любили выпускать за пределы империи драгоценные металлы. У нас очень немного греческой, да и римской, более временем, монеты. Они единичные. А вот арабское серебро – это многие, ну, пожалуй, сейчас уже сотни тысяч монет. Маленьких, их иногда называют крестьяне алюминиевыми деньгами, потому что это очень тонкие серебряные монеты, весом 2,5, не более того грамма. Но их очень много. И они распределялись по основным торговым маршрутам. Ну, как наши копейки те остальные. Конечно, да. От Акидо, Ильмине и дальше в Скандинавию. А как же они попадали в арабский мир? Через Византию все-таки, да? А вот попадали они в арабский мир через Хазарию. Через Каспию. И вот Хазары держали эти главные речные коммуникации. Из-за этого сыр-бор во всей древней русской истории, из-за этого лозунг, правда, пушкинский, не имеющий отношения непосредственно к истории, отомстить неразумным Хазарам, чё ж не держат для прогрессивного русского государства необходимые торговые пути. Вот здесь произошло столкновение на этих коммуникациях между норманами и славянами, которые вынуждены платить дань Хазарам там, где они жили в плодородных лесостепных районах. И это, частично эта дань была, конечно, откупом, и они были заинтересованы в том, чтобы давать Хазарам степнякам хлеб, те были, нуждались в этом хлебе, лишь бы их не трогали. Хазары же были заинтересованы в продолжении славянской земледельческой колонизации, и при Хазарах впервые славяне спокойно поселились на Дону, в степных районах Черноземья, там, где потом смогли славяне появиться только уже в виде вооруженного казачества. Здесь их охраняли, и славянская колонизация процветала в 8-9 веке в лесостепном регионе. Без этого, возможно, не было бы и русского государства, потому что кормовая база необходима была всем Хазарам, норманам и славянам. — Получается, что русское государство постоянно возникало под, скажем так сказать, патронатом неких импортных товарищей, да? Норманов и Хазар, те и другие, в общем, люди импортные. — Других государств не бывало. Там гордые римляне возводили себя не даром к троянцам, и тоже видели основу своей государственности в потомках того Энея, который со своей дружиной переселился из строя. Так что это было общее место. Государство — это такая организация, которая преодолевает племенные, родоплеменные структуры. Необходимо разрушить родоплеменные структуры. Ну, вот как нас учили классики политической экономии. — Отношения, то есть, свойства, да? — Политической экономии, да. — Изменить их отношения, так сказать, гражданскими, политической власти и подчинениями. — Я бы, пожалуй, напустил немного туману. Потому что, как говорится, вот меня всегда несколько огорчает, когда историки так рассказывают, что неискушенный слушатель может подумать, что все вопросы ясны и все гладко решается. На самом деле, в русской истории все решается не стопроцентно гладко, хотя бы один пример. Вот это самое восточное серебро. Его основной поток, значит, шел по Волге. Каким-то образом они перемещались на западную двину, в основном через западную двину. Дальше он двигался на Балтику и оседал просто тоннами, скажем, на острове Готланд в Балтийском море. Но вот странно, почему-то русское государство возникает не вдоль вот этого Волжско-Двинского пути, а вдоль Днепровского, по которому таких тонн не перемещалось. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела вот с археологическими следами норманов. Хотим мы это или не хотим, они встречаются гуще на севере. То есть это Новгород, это Псков, это Ладога, это Смоленск, наконец, это Верхняя Волга. Ну, есть Шестовицы под Черниговом. Но в общем Украина дает радикально гораздо меньше следов нормандского присутствия, чем север. Хотя мы знаем, что потом Кирюрика, так сказать, с удовольствием переместились из более холодного Новгорода в более теплый Киев. Но вот в Киеве уже найти следы норманов, они там есть, они там крайне, скажем так, небольшие. Вот это вот. А Святослав и вовсе хотел свою столицу как-то в Болгарии. Да, да. Вот такая вот история. Ну, здесь Александр Ильич не прав. Киевские курганы, как и черниговские, ничем не отличаются от гнездовских. Это одна культура. Так что там норманов было не меньше, чем… Просто курганы. Хуже. Да. Курганы были, конечно, снивелированы в процессе роста города. Мы не знаем в Киеве княжеских курганов. Они сохранились только в Чернигове, Киев был слишком большим городом. Вот, не знаем, могила даже Вещеволега, хотя она там довольно долго сохранялась на протяжении, во всяком случае, начала 12-го века. Они сжигали своих покойников? Они сжигали. Во второй половине 10-го века они стали хоронить в срубных гробницах камерных, в больших таких комнатах специальных, куда иногда укладывали, чтобы не скучно было этому самому норману с ним девушку-рабыню. Да. Лошадку в ногах, пиршинственные наборы, ведерки какие-то с каким-то питьем. В общем, комфортно устраивали и на том свете жизни тем самым норманам. Их было довольно много и в среднем по Днепровье. И почему так случилось, что серебро шло не по Западной Двине, конечно, а по Волхову? Западная Двина – это довольно поздний путь. Через Аку на Верхнюю Волгу, Волхов и далее в Скандинавию, в Среднюю Европу, в Среднюю Швецию, в Готланд. А Днепровский путь действительно был блокирован в те времена, потому что эти проклятые неразумные хазары брали дань со славян Среднего Поднепровья, в том числе с Киевских полян. Ну вот получается, что, как бы сказать-то, выяли мы эту тему про норман, да, норманов, и добрались до Хазар. С севера мы так вот съели, ели, ели, съели, и вот до Хазар добрались. Это, наверное, как в следующий раз. Ладно? Наверное, да. Хазар. Отдельный разговор, и такой он немножко провокативный, мне кажется. Ну тем, по крайней мере. Не без того. Не без того. Ну вот, спасибо, дорогие наши гости телевизионные, за внимание. Всего доброго вам, до свидания.